Друзья, приветствую вас на нашем воркшопе Prototypes like a pro. Меня зовут Антон Сысоев, и я буду помогать просто уникальному человеку, специалисту в своей области, наверное, как и мы дальше узнаем, просто до мозга костей JavaScript. Виктор Вершанский. Спасибо. Витя с JavaScript самых детских и своих и JavaScript-овых лет еще в далеком, по-моему, 95-м, да? В 99-м я уже сайт написал. Вот, и с тех пор он ведет за ручку JavaScript к светлому будущему, и сейчас расскажет нам разные магические штучки. Насколько я понимаю, у тебя твой воркшоп сегодня, это какой-то... Ну, это такая финалочка, да, подводка того, что есть на сегодняшний день. Финалочку-то сразу. Ну, мы шли к этому очень долго. Мы рассказывали про это на холле последних, по-моему, четырех лет, то есть, ну, там, восемь сезонов. Там был перерыв, вот, но суммарно доклад этот, наверное, не знаю, пятый. Вот, хорошо, что это воркшоп, что мы у нас теперь... Сегодня много времени. Вот. И до этого была теория, да? До этого была, да, магия, а сейчас прям практика. Сейчас мы откроем черный ящик. Мясо. Мясо. Пандоры. Да не надо Пандоры. Сейчас мы погрузимся немножечко в кишочки, и Витя нам покажет некоторые фокусы, трюки. Собственно, я передаю тебе управление. Спасибо. Помогай, пожалуйста. Конечно. Хочешь водичку принесли? Я уже открыл. Так, у нас примерно два часа. Мы там делаем в середине перерыв, как устанем. Думаю, может быть, кто-то кофе, чай. Да, ребят, я еще чуть-чуть прерву, извини тебя. Значит, у нас есть ссылка, где мы, конечно же, будем ждать от вас фидбэки, и также там есть ссылка на чат, куда вы можете задавать свои вопросы, которые я буду передавать Вите. Плюс, если по ходу действия вы можете также подключиться к онлайн всему происходящему здесь, сами все попробовать, потыкать, и если у вас какие-то вопросы в процессе тоже возникнут, вы можете их задавать, я к вам подойду, и мы, Вите, будем их задавать, а ты будешь нам отвечать, а я тебя буду останавливать. Я надеюсь, что нам хватит на все это времени, но если даже и не хватит, то нам нужен, наверное, уже слайд следующий. Надо, чтобы видели, ребята, слайд на телевизоре. Ура, все. Это QR-код. Там немножко бликует сверху, ну, если вдруг, подойдите поближе. Это слайд на вот, QR-код на вот эти слайды. Единственное ограничение в том, что, ну, оно сделано для разрешения Full HD, то есть это надо открыть на компьютере будет. На телефоне, ну, тоже, наверное, работает, но я не проверял. Ну, вот, да. Это вот ограничение. Был расчет на то, что там будут ноутбуки, но я постарался сделать так, чтобы можно было и без них, то есть, ну, в каком-то смысле это все еще доклад. На ноутбуках нужен браузер и, собственно, отладчик. Но это все-таки воркшоп, если вы захотите. Если не захотите, можно просто смотреть, потому что все это я буду прокликивать с вами вместе. Можно, в принципе, ссылку в короткий, не знаю. Так, ну, начало небольшое вводное. Тут несколько слайдов, которые во всем сериале присутствуют. Сериал – это вот то, что мы до этого рассказывали. И благодарности сообществам, которые принимали в это участие. Это, значит, ПитерJS, MoscowJS, NodeJS SPB, канал Сергея Иванова, уфа-кодера, наш фронтенд на Дону и Chill House – это место, где у нас на Дону творится такая же магия. И, собственно, карманная комьюнити rmd.js. Я из Ростова-на-Дону, поэтому вот там им много спасибок. Эти картинки, вот если вот этот слайд видно в презентации, то это вот из этого сериала, потому что были и другие. Тут, собственно, в чем смысл? Чарльз-Энтони Хуар сказал, что Null – это ошибка на миллиард долларов. Вообще изобретение. А Брэнда Найк сказал, что Type of Null – это еще одна такая же. На самом деле с ними уже давным-давно никто не согласен и про Null, и про Type of Null, но в те времена, когда они это говорили, они в этом были убеждены. Сейчас поменялось все, и поэтому я думаю, что это не очень. Но так или иначе слайды – это отсылка к предыдущим докладам. Еще мне нравятся просто вот эти два слайда. Они о чем? Этот слайд – какая-то ровная, структурированная с течением жизни картинка, когда мы вот пишем код, и у нас вроде бы как бы есть какая-то система. И второй слайд, когда эта система не такая уж радужная и вся покрыта красным, и все падает. И это, собственно, первая затравочная часть. Вот предлагаю поизучать немножко код, мы сейчас его выполним. Оператор with, он уже давным-давно депликейтит. Вот. И он в стрикмоде не работает. Но он с самого начала джаваскрипта появился. Вот. И, ну да, здесь будет в итоге 25. Но вот это именно тот образ мысли, который был распространен в то время, когда появился джаваскрипт. Собственно, оператор туда приехал, потому что это было модно, удобно, стильно, молодежно. Вот. И он, этот оператор там и остался. И вот. Ну, то есть это, на мой взгляд, стоит понимать, что концептуально наличие этого оператора в джаваскрипте отражает образ мыслей тех, кто его создавал на тот момент, когда они это делали. Ну, на всякий случай просто покажу, что это 25. Попробую запустить отладчик. Отладчик запустился. Перейду на вкладку консоль. Отчищу ее, вставлю, выполню. 25. 25. Вот в таком формате и будет происходить воршоп. То есть я не буду копировать, там будет, сейчас дальше покажу специальная кнопочка. Но некоторые вещи, типа with, они в strict mode сейчас уже не выполняются, а дека собрана в strict mode, поэтому, собственно, здесь нет магической кнопки. Ну и вот статья, ссылка на MDM о том, что она задипликейчена. И про то, как задумывалось работать с джаваскриптом, наверное, я уже сказал. И теперь, наверное, собственно, пойдет жара. Пойдет? Жги. Жгу. Да. Собственно, изобретение прототипов не было изобретением спецификации джаваскрипта. Это все было давным-давно придумано. До них они это просто затащили в язык, потому что и бренда Nike тоже не изобретатель джаваскрипта. Он технический менеджер. Были другие люди, в том числе ученые с мировым именем Алинфир Брок, изобретал smalltalk, еще несколько языков принимал участие, и он затащил концепцию прототипного наследования в джаваскрипт. Но, тем не менее, мы имеем, что имеем. У нас есть конструктор, который через оператор new создает экземпляр. Но это не класс, это просто экземпляр, это просто объект. В нем, конечно, есть попытки проверить указатель на то, что это все же экземпляр именно этого объекта. Поэтому вот мы нажали на красную кнопку, запустили пример. В нем то же самое. То же самое, что мы видели на слайде. И вы можете также, если вы на ноутбуке откроете эту презентацию. Ничего делать не надо, ничего ставить не надо. В консоли браузера все будет нырять в отладчик. Собственно, инициализировали конструктор. Зашли в процесс конструирования. Можем посмотреть на this. This — это пустой объект, потому что это пустой конструктор, но у него есть цепочка прототипов. Вот оно, свойство prototype. И в нем еще есть дополнительно вот это два подчеркивания proto. Вот. На самом деле надо делать get prototype of. И все, здесь еще один обжиг, там, еще раз proto. И вот она пошла до самого null. То есть раз, два, три jump'а, и все, вот мы у нас null. Ну, jump'а в отладчике, потому что он так работает. На самом деле чуть поменьше. Null — это конец цепочки прототипов. Это очень полезная штука в том смысле, что именно так мы и можем понять, что цепочка закончилась. Вообще он там by design. С самого начала, как только появились прототипные конструкторы. Ну, то есть буквально на самой заре. В первой спеке это уже было. И, ну, не то чтобы он не нужен, потому что другого способа отличить, закончился ли у нас, закончился ли связанный список, который есть с цепочкой прототипов, закончился ли этот стакт, и нужно ли нам дальше из него читать или нет. Его нету. Он никак не определен. Все, выпрыгнули. И теперь у нас вот этот вот экземпляр, который собственно ровно точно такой же, как был у нас экземпляр this, который мы в конструкторе смотрели. Можем посмотреть на свойства прототип конструктора. И, ну, это по-прежнему тот же самый объект. То есть мы взяли свойство прототип и из него создали this. Соответственно, в самом экземпляре, в свойстве конструктор, которое неперечислимое, в свойстве прототип, который тоже неперечислимое, лежит тот же самый указатель. И теперь давайте их сравним. То есть сравним конструкторы, сравним прототипы и сравним экземпляр. Но возьмем от него прототип, то есть спустимся по цепочке вглубь и возьмем прототип конструктора. Делаем раз, два, три. Останавливаемся на отладчике. Ну, вот она консоль. То есть это все вещи, которые между собой равны. Причем равны строго. То есть это не просто что-то где-то там. Это вот равные вещи. То есть это указатель на один и тот же объект в памяти. Еще сравнение. Это уже циклическая цепочка пошла. То есть эти свойства сами на себя ссылаются. И поэтому сколько бы мы не продолжали конструктор прототип, конструктор прототип, оно так и будет все время до бесконечности. Оно должно указывать на конструктор. Дальше. В обратном порядке, соответственно, проверяем с уже другим конструктором. И финалочка это будет… Ну, собственно, еще раз true. Еще раз true. Да. Здесь, если мы берем property descriptor, то мы увидим следующую интересную картину. Сейчас я на консоль. У нас есть всего лишь три свойства, которые определяет descriptor свойств. Соответственно, конфигулируемое оно, перечислимое ли, и можно ли его перезаписывать. И да, оно конфигулируемое, его можно перезаписывать, но оно неперечислимое. Это очень важная штука, потому что его можно, получается, изменить и никогда не увидеть, и забыть, что оно там есть. И мы там чуть дальше сейчас будем разбирать, почему это плохо. Крокфорд Дуглас. Видная фигура в мире того джаваскрипта. Сейчас еще тоже что-то делает, но он уже достаточно пожилой дядька. Он приезжал на эту конференцию несколько лет назад с киноутом, что-то рассказывал. Но он внес дополнительную сумятицу своими статьями про джаваскрипт. Он-то еще на деках программировал на огромных машинах. И он вообще в мире компьютер-сайенс очень много всего хорошего сделал. Для джаваскрипта он написал несколько статей, которые все только еще запутали. Еще больше запутали. Значит, ну, это одна из них, самый непонятный язык. И с ним сложно не согласиться, потому что есть вот это. Это с самой первой спики. Это жуткая картинка, которая вроде бы как должна объяснять, как работает прототипное наследование. Оно само наследование с тех пор вообще не изменилось никак. И картинка тоже так и до сих пор в этой спике. На том же самом месте. Первая картинка спики. Читаешь текст, 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 текст и бах картинка. Вот она вот эта. Вокруг две страницы текста. Понять из этого сложно что-то. Кстати, а Крокфорда, объясняющая эту картинку, которая тоже не пышет любовью к прототипному наследованию. И в ней сказано, вы не должны использовать ADIS и вообще избавьтесь от этого. В джаваскрипте это лишнее. Вот нормальная картинка. Что из чего? Сверху вниз. И в этой картинке, ну, можно было бы так и поставить бы ее в спеку, но, естественно, всем уже не датаповодом давно. Все и так понимают, как это работает. То есть, в принципе, после null все это так или иначе объектные типы. У нас сейчас, правда, есть begin и символ, которые не требуют оператора new, но так или иначе они все равно создают объект. Ну, как бы, почему, да? Это высказывание, да, оно на момент 4 декабря 95-го года. И они придумывали снежинки. Я думаю, я уверен практически абсолютно, что они делали все, чтобы экономить память. Очень много объектов, у которых совершенно однотипная природа, и поэтому прототипы очень здесь подходят, потому что переиспользуем все, что можно переиспользовать. Ну, да, но шел снег, декабрь, наверное, им было хорошо. Тут такая, да, важная концептуальная штука. Насколько цепочка прототипов может быть длинной? Я сейчас запущу пример. Ну, сначала его покажу. Беру я, наверное, консоль. Консоль иди. Ну, тут объяснять, наверное, смысла нет. В общем, я буду в экземпляр записывать в прототип в цикле тысячу элементов. То есть у меня будет цепочка глубиной в тысячу символов. Буду делать это через requestAnimationFrame, потому что иначе будет stackoverflow. Мы запустим, и вот консоль, так, sourcef8 и консоль. Вот она через requestAnimationFrame сейчас делает тысячу элементов и потом прыгнет на отладчик. Что здесь тормозит? Здесь тормозит не JavaScript. Здесь тормозит divtools Chrome. Ну, и requestAnimationFrame. Это, собственно, review. Мы написали последний вывод. Finished. Тысячу элементов. Столько времени затратили. И, соответственно, у нас здесь есть указатель на вот этот итоговый объект. Ну, это массив из указателей на свойства в глубину этого элемента. Это даты. Итоговый наш объект. Это current. Ну, вот я просто навожу, и у нас немножечко тормозит сам отладчик. Но даже если мы его там в консоль напечатаем. И попробуем немножечко открыть. То есть это свойства за индексом 999. У него есть parent-свойства, и у него там где-то в глубине есть прототайп, который покажет. Ну, то есть тысяча элементов вообще легко эта штука держит. И, соответственно, ну, как бы это вообще не проблема для языка. Это проблема для отладчиков. То есть цепочки прототипов могут быть действительно глубокими. Я пробовал миллион создавать. Ну, что, такой же объект с миллионом свойств внутренних. То есть в этом никакого нету испуга. Ну, то есть оно так с самой первой спеки, с самых первых имплементаций. Это самая, наверное, в принципе, оптимизированная вещь в языке. И она практически неизменная, потому что по-другому это не написать. Сейчас. Интерфейс вернись. Я, наверное, отладчик не отпустил. Он закроет латчик. Поехали дальше. Все, с тем вводным закончили. То есть мы посмотрели, мы выучили, что у нас исходный образ мыслей был немножко не такой. Исходно мы придумывали это все для, ну, там, а-ля функционального подхода с оператором with. Объектно-функционального. Не знаю, как это правильно назвать. Ну, в том смысле, что это функциональное вроде бы программирование. Да. Ну, это объектно-ориентированное. Да. Я немножко поправлю. Мне неудобно выключить. Ага. И сейчас есть уже класс. Да. Вот это все как бы нам не нужно. Ну, как бы считается, что классы заменили нам все в работу с функциональными компьютерами, ну, конструкторами с тем, что было практически все время до изобретения классов. Конструкторы на основе классов, ну, естественно, ничем практически не отличаются, да. То есть мы определяем класс. У него где-то там есть свойство конструктора, которое такое же, как функциональный конструктор. И вот дальше, соответственно, экземпляр. Ну, и давайте разберем, что же там у классов с дескрипторами. С wave то же самое или нет? Ну, вот экземпляр. Он выглядит ровно точно так же, как экземпляр того самого функционального конструктора. У него также есть свойство prototype, в prototype есть объект, у него есть циклическое proto, и потом оно все придет к NAL. И вроде бы как бы это одно и то же, что и функциональные конструкторы, но дальше я покажу, что нет. Собственно, вот эти все консульологи. Сейчас мы на них посмотрим. Соответственно, свойства. И по свойствам мы видим, что оно уже немножечко отличается, да. Давайте вернемся к примеру. У нас первым консульлогом шел прототайп от класса, да. Потом у нас шел прототайп от функции. Потом у нас шел прототайп от async function и от стрелочной функции. То есть, соответственно, последние четыре консульлога – это начиная отсюда. И что мы видим? У класса свойства прототайп не в writeAble. То есть, у классового конструктора нельзя переписать свойства прототайпа. У функционального конструктора переписать свойства прототайп можно. То есть, мы можем сделать assign в само свойство прототайпа. А у асинхронной функции и у стрелочной функции это свойства вообще отсутствует. То есть, если мы даже просто опираясь на этот пример, будем пытаться делать в форм-коде различия между классовыми функциями, стрелочными функциями и асинг-функциями. То есть, единственное, чего мы не сможем друг от друга отличить, наверное, это асинхронную функцию от стрелочной функции. Потому что таким способом это сделать нельзя. Но все остальное мы сделать сможем. Мы сможем отличить классы от функциональных конструкторов. Ну и вот, собственно, такое ноу-хау. Я как-то общался с мейнтейнером Babel. И мы вроде бы затащили, вроде бы он затащил именно вот это отличие в Babel, потому что там все трансправилось в функцию. Ну, потому что так. Надо было вот эти еще дискрипторы свойства все-таки правильно затащить. Может быть, даже поэтому React немножко не в ту сторону пошел лет пять назад. Extended классы, отличие от функциональных конструкторов. И это, наверное, самое и есть ключевое отличие, потому что здесь сразу видно, что Extended класс — это не что иное, как декомпозиция процесса конструирования. То есть он синхронный во времени. И он создает экземпляр, вызвав сначала расширенный конструктор D-класс, а потом вызывает он базовый класс. И в экземпляре в итоге, ну тут сейчас свойств нет, я покажу дальше. Там будет очень большой пример. В экземпляре в итоге, да, ссылки на оба класса, но свойства соберутся в итоге в один и тот же объект. Здесь мы просто проверяем, что это все одно и то же, поэтому можно это все немножечко прокликать и снова посмотреть на четыре последних конца лога. Ну это base-класс, это у нас, соответственно, прототип, который и должен быть пустым объектом. И два утверждения о том, что это у нас является истиной, о том, что они сами друг на друга ссылаются, и это все непротиворечиво. То есть, ну как бы, что тут еще объяснять, это обычный экземпляр класс. В отличие от них, у функциональных конструкторов есть дополнительные свойства, как бы эмерджентные, заложенные сразу спекой, то, чего нету в классовых конструкторах. У них есть assignment, свойство prototype. И в данном случае мы в prototype кладем, ну на примере показан процесс, на слайде, в примере будет document. Но так или иначе мы можем положить в прототип любой singleton. И не обязательно singleton, вообще любой объект. То есть, неважно что, мы можем переопределить прототип, дописать в него свойства конструктор, который мы только что стерли, потому что мы сделали assignment, значит, неперечислимое свойство конструктор, мы стерли. И, значит, для того, чтобы у нас инстанцов работал, нам надо его вернуть на место. Ну и, собственно, таким образом создать экземпляр, у которого в цепочке прототипов будет любой объект, который до этого уже создан. И так и было с самого начала всегда. Но инструментарий, ну на момент 2000-й год, на момент миллениума, он был не развит, и, собственно, кроме алерта у нас вообще ничего не было особенно. Отлаживать это было сложно. Нужно было читать документацию и вот в алерте выводить true или false, получилось или не получилось. Было очень много всяких разных статей от людей, которые пытались с этим разобраться. И вот в этом была чудовищная сложность языка, потому что не было никакого тулинга, который позволил бы хоть как-то с ним работать. Для того, чтобы разобраться, ну нужно было что-то изобретать. И object creator, конечно же, тогда тоже не было, а вот переприсвоить фототай вполне себе можно было. И практически все поголовно забывали о том, что там есть еще свойство конструктора, о том, что он стерт, и потом как-то пытались этот указательный, этот конструктор вернуть. Но так или иначе, всегда можно было сделать что-нибудь, чтобы, собственно, саму цепочку получить. Легкость этого действия. Положили что-то в прототип, вызвали конструктор, и получается цепочка уже у нас присутствует. Но при этом ее, вот эта вот ночь, кажущая сейчас сложной, не забудь положить, переопределить конструктор. И поэтому было очень много библиотек, которые неправильно работали, ну и поэтому Crockford в целом был прав. язык непонятен на тот момент был. Посмотрим пример. То есть здесь, ну, собственно, все то же самое, что в примере. И вот у нас экземпляр. В экземпляре лежит документ. Ну и, соответственно, вот querySelectorAll, typeof, должно быть function. Правильно? Насколько я знаю, должно быть function. Вот он, наш function. То есть этот инструментарий, ну, он сам по себе достаточно гибок и удобен для того, чтобы захватить какой-то чужой объект, да, и что-то с ним сделать. Была статья про jQuery, когда он появился. То есть как, типа, вытащить jQuery из Windows, сделать это правильно. Но вот статьи про то, как сделать свой собственный jQuery, взяв jQuery, ее не было. Хотя на самом деле нам ничто не мешает в этот прототайп докидать свойств, которых в самом jQuery нет, и унаследоваться от него правильно. Кто понимал, как это работает, ну, у них как-то лучше в целом получался код. Второе свойство того, которого в классах нет, это то, что у нас есть монотонность в рамке прыжка до одного хопа. На один прыжок вглубь у нас всегда есть монотонный объект. То есть здесь у нас конструктор, у него есть свойство sumvalue в цепочке прототипов, то есть в экземплярах будет оно всегда, у обоих из них. И если мы его потом изменим, то у нас оно поменяется для обоих экземпляров. Вот с классами так не получится. И именно вот эта динамика с изменением свойств, она очень много для пользы снежинок принесла тогда, потому что мы не расходуем память. И нам для того, чтобы что-то поменять, не нужно было много усилий. И это отличается от практически всего, что есть на сегодняшний день в других языках, это отличается. Так никто код не пишет, потому что выцелить себе в ногу просто. Но при этом не то, чтобы сложно, оно само по себе устроено. И поэтому в всех статьях нет, 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 не надо, давайте, пожалуйста, изоляцию всю наводить, потому что у нас слишком велика цена ошибки. И да, это было так до недавнего момента, и это будет во второй части, медапрограммирование. В недавний момент это уже тоже лет 10 назад. Но, тем не менее, именно вот эта простота, как напортачить, она, естественно, присутствует. Второй консулок, 3.2.1, вот мы, соответственно, изменили это сам value, оно должно поменяться в обоих экземплярах. В одном поменялось, во втором нет. Интересно, да? То есть здесь два раза вывелось, раз, два, три. Здесь мы изменили сам value для экземпляра. Почему это не так? Почему оно в одном случае было 3.2.1, а в другом так и осталось раз, два, три? Ответ очень простой. Это сам value свойство, оно присутствует в самом экземпляре, оно не в цепочке прототип, потому что здесь мы его положили в указательный экземпляр. То есть то, что после точки, оно не стало искать вглубь, потому что это не поиск. Вот в случае с instance 2 это поиск глубиной, это getter. Здесь тоже getter, но то есть до этого был setter, и этот setter нарисовался в instance 1. Ну и вот, собственно, этому всему объяснение сейчас будет тоже раз, два, три. Ну, пожалуйста, консоль, работай. Number, ну и там дальше. Еще раз, еще раз, еще раз. Ой, ну ладно. Тормозит. Со вторым свойством, которое мы присвоили в прототип конструктора, да? То есть мы взяли и доложили в него свойство 3.2.1. Сейчас, сейчас, вот, два раза 3.2.1. То есть мы таким образом можем не просто изменять существующие экземпляры, а мы можем еще и в эти экземпляры что-то добавлять. И эти изменения сразу, мгновенно распространяются на все созданные с помощью этих конструкторов экземпляры. И вот эта вот монотонность, которая присутствует, да? То есть у нас есть всегда какое-то место общее для всего. Она была, ну, действительно, очень ведь удобна, потому что когда мы на всем вынуждены экономить, и в том числе на вытислительных ресурсах, то сейчас такого нет, чтобы у нас такая существенная экономия была нужна. Но, как бы, тогда это было весьма себе актуально. Я отпустил от плачек? Нет, не отпустил. При этом, ну, вот, как бы, чудовищно именно то, насколько это просто. Но именно от этого необходимо там избавляться на сегодняшний день, потому что так не надо, так точно, совершенно однозначно будут ошибки. Это вообще не типизируется нативным образом TypeScript, потому что он, ну, не умеет с функциональными конструкторами дружить. И у нас есть классы, в которых этой проблемы нет, при помощи которых мы можем все свои, в принципе, задачи решать. Так, у нас прошло сколько времени? У нас прошло полчаса. Да, да, там. Можем еще посидеть, да? Хорошо. Тогда мы успеем разобрать работу с примитивами и потом уже уйдем на метапрограммирование. Примитивы. Нету примитива в JavaScript. Ну, нету. Ну, кроме там двух на land defined, ну, это неверно. Ну, сейчас благо, что есть очень много людей, которые про все это рассказывают. Примитивы как бы как сами по себе ячейки в памяти, ну, да, они, конечно же, присутствуют. Над ними всегда есть опертка, которая из конструктора этого достается, из конструктора этого примитива, и при этом оберток всего три. Стринг, Boolean и number, да? И исходно, ну, зачем как бы вы затаскиваете в язык конструкторы этих самых примитивов? Да потому что вы просто забываете при этом затащить остальное метапрограммирование, про которое, ну, даже и речи не было, да? А сами конструкторы при этом были с самого начала конструкторы примитивов. И никто это не использовал. И сейчас уже, наконец-таки, можно это использовать. Вот. Но как бы конструкторы были определены для того, чтобы, ну, накинуть в прототип еще каких-то свойств и получить какую-то общность между как бы одного типа объектами, да? То есть если мы захотели бы унаследовать объект, который с помощью конструктора примитивов создан, да? То есть мы положили бы new number в прототип какого-то своего собственного конструктора, то мы бы смогли с ним работать. Просто, ну, ответы на вопрос, а зачем так? Его не было. Более того, ну, как бы, это было достаточно сложно сконструировать, потому что, вспомним, кроме alertа ничего нет. Вот. Соответственно, get-прототипов тоже нет. Надо каким-то образом спуститься в цепочку прототипов, чтобы с этим экземпляром, который лежит в ней от number, правильно поработать. И инструментария к этому нет. То есть это все в языке есть, а как это использовать, непонятно. Более того, еще меньше понятно, как это использовать правильно. Но, тем не менее, пожалуйста, это все работало с самого начала. Value of там тоже был. И вот Value of как раз-таки достанет нам именно саму циферку 5 из функционального конструктора. Да, это все в итоге было написано в каких-то там статьях. Это так или иначе потом все поняли. И сейчас это не то, чтобы… Ну, то есть это секрет Полишинеля. Все знают, как это работает, что там есть этот Value of, который всегда присутствует и в каком-то порядке там берется от стринги сначала берется ту стринг от мамбера в Value of. Но, тем не менее, работать с этим как с объектами мы все еще не начали. И, ну, на сегодняшний день, я думаю, что как бы и ничего в целом, но как будто бы мы что-то теряем. Как будто бы мы можем больше завести сюда дополнительных свойств, которые могут нам как-то помочь в наших, ну, собственно, в наших проектах. Немножко более сложная конструкция. Здесь будет… Нужно немножечко подумать, посмотреть. Я надеюсь, что если вы вернетесь к этому, то на это можно будет обратить внимание, потому что здесь сразу и метапрограммирование, и символы, которые появились, совсем свежак. Нам там лет 5-7 назад появились символы. Этого практически никто, кроме библиотечного кода, не использует. Что здесь происходит? Здесь мы проверяем, что мы геттером хотели достать примитив, и, соответственно, берем от него Value of. Так как это у нас number, то Value of нам подходит. Была бы строка, он бы сначала в ту стрин хотел бы. Вот. Но в данном случае у нас подходит тут Value of, потому что от number он берется первый. Я чищу консоль когда-нибудь. Да, чищу я когда-нибудь. Консоль, там эта ошибка падает, это вид. Что-то там не очень настроен. Ну, собственно, тот же самый пример. И вот эта объяснялка, которую я сейчас пытался проговорить, она вот в самом примере лежит. Там дальше немножко больше букв. Сейчас мы до них дойдем. Консоль логи. Ну, давайте вот здесь поставим отладчик. Да. Первые три консоль лога. Они, соответственно, строку хотят, да, раз это консоль лог. Вот. И в итоге false, да, одно не равно другому. То есть вектор, object, это наш number. Он не равен прокси, но, естественно, это указательно разный объект, да. Ну, и, собственно, вот почему. Потому что это прокси, это набор. Здесь будет ошибка. По идее, должна быть, да? Ну, давайте до нее дойдем. Так вот здесь я поставлю отладчик. Ошибки нет. Ошибки нет именно потому, что мы здесь все сделали неплохо, да. То есть сначала 5, потом 7. Мы сложили объект с числом. А в данном случае мы тоже сложили объект с числом. То есть trycatch здесь, ну, это такая замануха, которая на самом деле не нужна. А потом мы его сложили со строкой, и у нас тоже все будет хорошо. Ну, это как бы типичное поведение джаваскрипта. И здесь написано 5, 7, здесь 5. Ну, и в конце логи в итоге все как и должно быть. Вот. На этом поведении будет основан там уже в конце концов финальные примеры, вот, где будет показано, что вот через вот этот механизм строгая типизация там заносится прям очень быстро. Про нее я отдельно рассказывал, но это как бы будет повтор. Дальше. А здесь уже ошибка. Ну, потому что это просто объект, да, и у него, естественно, никакого value-off нету. То есть это отличие присутствует в данном случае потому, что, ну, value-off есть только у конструкторов, у которых у нас, соответственно, для примитивов. У number, у new number, у new string и new boolean. Ну, если мы сюда допишем символ to primitive, то, конечно же, у нас все это появится. Да, ну, то есть мы доположили это свойство. Вот, пожалуйста, мы туда спустились, забрали get-proto-type-off и теперь у нас все это заработало. То есть, ну, вот для этого и нужен символ. Ну, вот она, пятерочка, да, в конце. Сейчас быстро расскажу. Вот она, пятерочка в конце. То есть он ее в итоге достал. Эта возможность появилась недавно. На момент создания языка не было никаких символов. И зачем затаскивать new number, new string и new boolean в первую спеку, когда с ними работать нельзя нормально, да? Ну, не очень-то и понятно. Да, они какие-то вещи упрощали, ускоряли. Но не то, чтобы это было прям вот так критически необходимо до появления символов метапрограммирования и всего остального. Но сейчас это все есть. Это прям можно использовать. Это прям привносит существенные бенефиты, если достаточно сложный код. По крайней мере, оно цикломатическую сложность для юзерленда точно может снизить, потому что если в библиотеке так уже сделано для каких-то там целей, да, пусть для работы с а-ля рантайм типами, да, то в юзерленд-коде, ну, этого всего не будет, но это точно будет можно использовать в том виде, в котором оно задумано. Функциональщина. Функциональщина с этими как раз конструкторами, у которых примитив лежит в основе. Ну, здесь, в принципе, все написано. Давайте просто немножко посмотрим. То есть метод сабтракт, он берет выливов, складывает с тем, что ему передано, и получается, что она идемпатентная. То есть сколько бы мы раз не передали 10, оно все будет так же 90. То есть мы зафиксировали в коробочке неизменяемое значение, с которым можем дальше работать постоянно, но само это значение не изменится. Это и есть, по сути, констант. Ну, и, собственно, здесь и нарисовано, что это констант. То есть в данном случае семантика как раз-таки отражает то, что в итоге будет происходить, нету вещей, которые изменятся. Но функция при вычислении всегда приводит к одному и тому же результату. Я думаю, что это даже так немножечко красиво, потому что функциональный подход, он ровно точно такой же, как функциональщина у нас присутствует. Все, везде 90. Добавим в нее вот эту вот замечательную, вновь прибывшую конструкцию и посмотрим, что будет. Сейчас я консоль очищу, чтобы она нам больше не мешала. То есть сабстракт работать будет, а если мы попытаемся что-то сделать со значением внутри, не используя конструкторы, не используя методы, которые определены в этом объекте, то мы словим ошибку. То есть если мы с самими периодиками попытаемся поработать, то мы получим error. Ну, просто проверим, что она так работает. Естественно же, да, мы получили error для того, чтобы, если нам это очень хочется, ну, ESLint у нас подсвечил эти правила, ну, вот так вот можно написать. То есть в ESLint можно зарисовать себе, что у нас синтаксис работы с унарными операторами немножечко не поддерживается конкретно в данном коде, и поэтому вам ESLint будет подсказывать, что так нельзя. Ну, это если мы вот библиотеку с функциональным программированием создаем. Так, немножечко попью. Это просто напоминалка, чтобы я попил. Ну, естественно, это все поработает, так как здесь мы можем сейчас копировать, вставить. Она здесь нужна для того, чтобы именно вспомнить. Мы придумывали, когда JavaScript, там, 30 лет назад, они придумывали JavaScript. Они вот это делали с вот таким подходом. Лучше спросите, чем мы с вами останемся в таком, а что было последние два часа? Ну, да. Наверное, лучше какой-то чуть интерактивчика давайте добавим, мы будем накидывать какие-то вопросы. Сейчас уже эта часть закончится. Пойдем отдыхать. Ну, как бы, что и следовало ожидать, да? То есть он value of взял от нуля, value of у нас лежит в конструкторе new number, math по возведению в степень. Дальше вторая такая же напоминалка. Давайте ее запустим. И я вспомню, что там на следующем слайде. Ну, как будто так и должно быть, да? То есть create — это от object, get от прототипов — это от object, и поэтому object create now в цепочке прототипов следующий элемент как раз-таки второй, да? Вот не то, как отладчик показывает, а именно второй. То есть один прыжок вглубь — это нам. Вот в случае, когда мы делаем object create. И вот как раз-таки object create именно этим и хорош, потому что он создает пустые объекты. В этих объектах вообще нет свойств, и у них нет референса на тот object, который лежит в конструкторе. Обжект в свойстве прототипов. Это полезно тем, что можно свои собственные методы нарисовать вокруг этого объекта и, соответственно, переопределить все исходное поведение. Этого тоже не было. Конечно же, это появилось примерно в 2015 году. Чуть раньше, в 2012. Так или иначе, на сегодняшний день она присутствует уже достаточно давно. Так, здесь нужна небольшая пауза, потому что будет, наверное, уже не так-то просто. Пример длинный. Ну, сейчас буду объяснять. Я просто рассчитывал, что вы будете в ноутбуке смотреть. Немножечко ошибся, прогадал. Ну, собственно, конструктор, мы берем от него прототип. Зачем? Мы хотим его поизучать. То есть, хотим его поизучать и сравнить его с прототипом исходного конструктора function. Дальше мы берем прототип function и сравниваем его с ним же. И указывается, что это одно и то же. Потом с объектом. И дальше уже, ну, как бы второй блок кода. Давайте пропрыгаем первый. Отпустишь? Латчик. Что-то тормозит. А, ну, собственно, мы пропрыгали второй. Сейчас перезапущу пример. Они равны. И сейчас перезапущу и объясню второй. Сотру это все. Так, до первого джампа. Да. Второй пример. Ну, да. Они равны. Здесь везде true. Это для вас, чтобы вы могли посмотреть, что это все само по себе такое. И оно само на себя ссылается. И это оно же самое и есть, потому что строгое сравнение. Это закомментировано. Можем раскомментировать, но я бы не стал. Нам, ну, это просто, да, опять же, расчет был на то, что вы сами раскомментируете. Нам здесь необходимо сравнить полученный итоговый экземпляр. То есть здесь это просто вывод. Проверяем его свойство имя. Проверяем его. Ну, то есть мы переприслаиваем свойства компьютер у прототипа и дальше еще добавляем работу с символом string tag. Вызываем уже другой экземпляр и смотрим, что они в итоге выведут. Ну, то есть мы можем играться со свойством name у конструктора и при этом мы можем это делать даже немножечко по-разному с разным инструментарием, в том числе с символами. То string tag – это как раз таки определение, которое выводит в, ну, при обращении к нему, да, оно то, что возвратит функция, ну, или метод, который определяет, отвечает за дескриптор этого свойства, да, за его определение. Тут в данном случае value, но тут мог быть getter. То есть мы не просто можем подменить имя у функции, но мы его еще можем поменять совершенно различным образом, и в том числе у нас для этого появился инструментарь. Вот с этой простой, казалось бы, логикой, всего лишь обращение со свойством name, да, с ней есть очень много проблем. Она не присутствует, ну, то есть она даже до сих пор не присутствует в отладчике нормально сделанном. То есть вот здесь мы просто непосредственно с ним работаем. Но если вы попробуете засунуть метод в объект и вызвать нею от этого метода, то свойством name в отладчике хрома будет имя объекта. Это не будет имя метода. При этом в Firefox они вообще просто пишут object и все. А вот когда instance of вы проверяете, то вы вообще другое проверяете. Вы не это проверяете, вы не name проверяете. Эта механика в спецификации при этом описана. и описано, что мы можем изменять имя, да, и TypeScript работает на номинальной типизации. Он как бы имя сравнивает. И это тоже плохо. Он не проверяет, является ли это указателем на тот же самый объект, который мы должны были, ну, то есть на то, что мы должны были бы получить, вызвав этот функциональный конструктор. Но у него вообще с функциональными конструкторами плохо. А у классовых конструкторов эта штука залочена. И вот раньше для того, чтобы изменить имя у конструктора, необходимо было сделать eval. Или необходимо было new function с большой буквы описать. Но на самом деле вот появился символ toStringTag. И вообще, в принципе, это можно. Но это только не будет означать, что внутренности конструктора изменятся. Мы просто поменяем имя. 8. Отпустил. Все. Дальше. Свет прототайпов. Да. Здесь опять много кода. Сейчас. Нормально видно или нет? Я не понимаю. Просто здесь уже прям... Да, нет. Больше нельзя увеличить. Как присвоить правильно прототип примерно на момент появления спеки? Ну, то есть вот это вот то, что написано со строчки 2 по строчку 10. Я не знаю. Это очень много времени ушло для того, чтобы это понять. героические были люди, но кто-то это все-таки понял и сделал вот эту вот конкретную конструкцию. Естественно, нам нужно его как-то заблокировать. Для этого нам нужно сделать так, чтобы больше никто это не менял. Это называется фабрика. Ну, естественно, оно так-то здесь и названо. Но это фабрика на модель 97-й год. Ну, то есть примерно на самом деле где-то там 99-й. Таким образом создавались объекты правильно. Если вы посмотрите TypeScript внутрь в потрошки, то есть ES3, например, там build поставите, target, он так и будет делать. То есть, ну, это не я придумал, это просто из TypeScript выдрано. Как он делает объекты? Он блокирует прототип и конструктор кладет внутрь замыкание, чтобы этот конструктор никто уже не мог изменить, чтобы экземпляры получились ну, как бы залочены на конструктор, чтобы сам конструктор нельзя было подменить. Так происходит в том случае, если мы класс транспилим в ES3 в TypeScript. Ну, естественно, здесь у нас монотип, да, мы можем посмотреть на его структуру. Соответственно, у нас в экземпляре второго рода State 2, мы вот сюда передали двоечку, вот она, вот эта двоечка, да, экземпляре третьего рода у нас будет State 3, State Manager на минималку. Это жизненный цикл. Здесь важное отличие в том, что вот это могло быть во времени отстоять сколько угодно давно, да, вот это во времени появилось сейчас, где-то вот недавно, да, а вот это вот прям свежак-свежак. Цепочка прототипов сразу давала жизненный цикл. С классами так нельзя. Классы работают синхронно, схлопывая, все. И в классах нельзя в Extents положить объект, можно только функцию. Но хорошо, что можно хотя бы функцию, потому что функцией может быть прототип, с которым мы уже поиграли. То есть на самом деле, миксуя фаншн и классы, можно все-таки что-то делать в плане жизненного цикла, потому что, ну, вот эти вот штуки, они во времени отстоят, да, то есть тут могло пройти сколько угодно времени между созданием первоначального экземпляра и созданием второго, третьего экземпляра. Таким образом, в цепочке прототипов мы можем накапливать данные вот о предыдущих состояниях этих объектов. И, да, именно это свойство использовалось на ранних этапах программирования в JavaScript. Ну, это мы тут просто проявляем, что инстанцов, ну, вы же знаете, что инстанцов им нельзя сравнивать, является ли экземпляр экземпляром, на самом деле, все сравнивают. Тут же это самый простой и дешевый способ. Но, да, нужно на сегодняшний день что-то еще придумывать, потому что все уже знают, что инстанцов это не инстанцов. это просто проявляет то, что в указателе конструктора у экземпляра лежит указатель на этот конструктор. Ну, это же можно все изменить, поэтому это все неверно. Паблики сегодня. Ну, здесь изменение в том, что здесь прототипов, вот, на самом деле все остальное так же. То есть, в данном случае я увеличил на плюс один длину цепочки, вот эта строчка, она здесь уже вообще не нужна, вот, потому что тут со свойством прототип ничего не изменялось, мы не делали assignment. Это все по-прежнему так же, как на 20 строк выше. Ну, естественно, из инстанцов это инстанцов. True-tru. Ну, это все от старого. Это вот из этого примера. А, фабрика, фабрика. Еще один, еще плюс один к сложности JavaScript на ранних этапах. Как сделать так, чтобы еще было что-то в промежутке между первоначальным состоянием и состоянием, которое мы хотим сейчас дополнить. нужно залочить дополнительно, создав еще один конструктор. Вот эти штуки тоже раньше применялись. Они и сейчас все еще, если именно с цепочками жизненного цикла работать, полезны, потому что в данном случае до вот этого конструктора доступ еще сложнее. Это надо в глубь цепочки нырять глубже. В это свойство прототип можно еще что-нибудь положить дополнительно, не трогая уже финальное свойство прототипа. И вот это же все, оно же каждый раз работает, когда мы вызываем эту функцию. То есть оно создает в интерпретаторе новые экземпляры всех этих объектов. И поэтому эти экземпляры будут принадлежать только конкретному, экземпляры вот этих объектов, они будут принадлежать только конкретно вот этому инстансу. Никакие другие, на них ссылаться не будут. Ну, конечно, можно взять конструктор от этого экземпляра, да, и сделать от него new, и тогда мы как бы получим то же самое. Но это уже усложнение дополнительное. Ну, соответственно, здесь все так же отработает. Инстансов, конечно же, будет инстансов. True. Это вид. Не знаю, что-то углючил, сбилился. Source. Вид — это фреймворк, на котором я ее собрал. Еще раз. Run me. Все. True. То есть у нас в цепочке прототипов достаточно глубоко уже там несколько раз, два, три, четыре, четыре объекта. Но инстансов, конечно же, работает правильно, потому что это вообще про другое. Он нырнул в губь и нашел. А кровь мы уже увидели. Выжили не все. Надеюсь, онлайне тоже выжили люди. И я так понимаю, что, ну, кровь-то мы почувствовали уже запах и вкус. А сейчас ты нам поглубже куда-то копнешь. Да, сейчас будет мясо. Собственно, сейчас начинается мясо. До этого была подготовка. Я буду немножко ускоряться, потому что, ну, это надо садиться и разбирать. Поэтому вы меня простите. Вот. Начнем. Да, поехали. Да, поехали. Значит, все так же. Красная кнопка Run me. Отладчик. Вот. Я сейчас ее нажму. И здесь написано, что будет происходить. Мы определим три объекта, а потом мы все их перемешаем. То есть проставим прототип у одного другой, вот, проставим третьим другой, добавим сюда еще немножечко символов с метапрограммированием и, ну, еще какой-то гетеродишн. Вот. Интересное что? Интересное то, что инстанцов не инстанцов. Конечно же, это все будет true. Вот. И дальше еще дополнительно у нас вот есть выводы. Это, соответственно, ноль, это от массива. Extracted это из намбера. Его пятерочка, которая вот здесь вот вверху. Ноль, нулевой, это нулевой индекс в массиве. Вот. А addition это уже от вот этого самого объекта, в котором мы его определили, example. Это просто объект. То есть, это все свойства, и это при этом этот объект, он и массив, и объект от примитивного типа, и еще и просто объект. Еще у нас здесь есть символ to primitive. И это все перемешано. И вот, да, оно именно так и работает, как мы задумывали. Вот он, true, true, true. Ну, это, сейчас я сотрую, перезапущу. Сейчас перезапущу. Play. On me. Снова. Эти true, 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 это то, что это инстанцов массива объекта и числа, числового конструктора, и потом, собственно, все выводы, и вот example. Edition нам вывел дополнительный расчет. То есть, это жизненный цикл из одного в другое в третье, отстоящий по времени, и таким образом, допустим, вот мы пишем как-то библиотеку для вычислений, мы можем это все сохранить для последующего анализа, ну, например, для записи логов. Супер, это вызов в классах. Это вот спрашивали. То есть, сейчас будет пример, в котором мы замиксуем классовые конструкторы, функциональные конструкторы и сделаем так, что в цепочке прототипов они будут все у нас присутствовать и ну, естественно, мы как бы сможем потом, если мы так будем код писать вообще в принципе, с ними взаимодействовать, получая дополнительный профит. супервайз это штука, которая делает супер для функциональных конструкторов. Вот в каждом функциональном конструкторе супервайз. Здесь, здесь, здесь. То есть, их три. Этот первый, этот второй, этот следующий. И вот этот следующий через сет прототайпов, то есть уже через метапрограммирование, кладется уже в экстенд, это обычный экстенд класса, в прототип класса, потом этот класс уже в прототип следующего, а этот класс в прототип следующего. То есть, шесть объектов сконструированы, смешаны между собой, и у нас в цепочке шесть элементов, и дальше мы будем всего лишь проверять, что это все между собой равно, естественно, это все будет тут между собой равно, это свойства прототайв, взятые от разных из них, этот финд и мидл в середине, сам это последний конструктор, вот он, он сам, последний конструктор. Что здесь будет важно? Здесь будет важна последовательность выводов, последовательность вызовов, что из чего вызывается. Естественно, мы ссылаемся сначала на конструктор самого нижнего уровня, ну или там верхнего, с какой скорости, с какой стороны смотреть. Ну, то есть, этот конструктор ничем не расширили, но он последний. Все, вот мы сейчас его вызовем, по идее, мы должны прыгнуть вот в этот отладчик. Здесь супер еще не вызван, но вот как только мы сейчас вызовем супер, мы, получается, прыгнем в этот класс. супер делает как бы выход вверх всплытия, да, мы прыгнули в этот класс. Target, NewTargetName, это, мы сейчас посмотрим, NewTargetName, это сам. Здесь тоже NewTargetName, и тоже перед вызовом супер. этот все еще сам, хотя мы находимся в InTheMiddle, да, то есть это класс, от которого мы экстендим конструктор сам, но NewTargetName по-прежнему указывает на конструктор, который был вызван первым. Что здесь плохо? Плохо именно то, что это сам, да, то есть мы же уже в конструкторе другого рода, то есть номинальная антипицация здесь точно не сработает. Фрыгаем дальше в супер, и мы уже в тот, который для расширения функциональным конструктором. Здесь по-прежнему будет, конечно же, сам. Уже прыгнули функциональный конструктор, вот он еще один сам, уже прыгнули функциональный конструктор, и теперь вот нам нужен какой-то метод, как прыгнуть в следующий функциональный конструктор. Это вот этот метод супервайс, да. Мы в функцию прыгнули, потому что у нас класс может быть extension функции. Впрыгнули функциональный конструктор супервайс, это вот этот вот супервайс, код здесь простой, слишком, но объяснять я его не буду, его тут мало, его должно быть больше, но он для примера в реальной жизни его надо усложнять. Ну, соответственно, вот мы прыгнули, нашли, ну, почему, да, мы нашли конструктор, пропрыгали этот цикл, вернули конструктор, прыгнули в следующий функциональный конструктор, там все то же самое, это просто еще одна итерация, прыгнули в последний функциональный конструктор, и здесь все то же самое, и это просто еще одна итерация, И вот, наконец-то, мы прошли всплытие. Теперь мы пойдем в прогружение назад. Это то, как работают классы. Погружение назад, соответственно, будет возвращаться из Base в NextFn, из NextFn в ExtendedFn и потом уже в классовые конструкторы. То есть мы эмулировали поведение вызова Super полностью. Ну и, соответственно, вот эти свойства, они сейчас перетираются. То есть Base, Super, вот здесь был Super 0, он все еще Super 0. Вот как только мы пройдем этот этап, он станет, естественно, 1. Ну и так далее. Super 2. Уже мы прыгнули в классовый конструктор. Посмотрим на консулоги. Вот они все здесь распечатали. И, собственно говоря, так и должно быть, к сожалению. Этого уже всего нет. Вот этих двух свойств. Дальше ускаляемся. В итоге Super будет 5. Самому какому-то булевому значению. Эти все свойства здесь измельчены просто для примера. Соответственно, что на выходе имеем? То, что мы прошли все вот эти конструкторы и вот наши Super 5. То есть класс в итоге оставил только одно значение, но в цепочке прототипов, наверное, мы что-то сможем пронаблюдать. Нам надо, правда, немножко глубоко нылять, потому что она у нас уже достаточно большая. Но оказывается, что нет. Ничего мы там не пронаблюдаем. Классовые конструкторы схлопывают. Они именно декомпозиция процесса конструирования. Но она не отстоит во времени. Все вызовы синхронные. Поэтому мы как бы теряем в гибкости. То есть исходную модель поведения JavaScript мы здесь, к сожалению, потеряли. Так работает классовый конструктор. Ну и, соответственно, здесь везде все true. Ну, потому что это все так и есть. Это ссылки на одни и те же элементы. Я надеюсь, я про Super объяснил. Так, дальше прокси. Прокси метапрограммирования. Как запроксировать конструктор? Так работает, например, MabX. Тей вообще очень много библиотек, которые связаны с Lacton. То есть это появилось, это все начали использовать. Это постепенно оптимизируется, в том числе и в движках. Здесь уникальная на самом деле ситуация. Уникальная ситуация в этом примере в том, что... Сейчас показываю. То есть мы сейчас вызовем конструктор, который запроксирован. И, естественно, констракт вызывается первым. А потом вызывается сразу getter. И вот это prop name, оно равно prototype. То есть вот таким образом можно отследить то, что конструктор вызван и завершился. Ну, как бы, например. Все. Отпустил отладчик. Можно ли эмулировать цепочку прототипов? То есть вызовы супера мы эмулировали. Конечно же, можно. Вот у нас прокси, и мы, соответственно, все берем и эмулируем. То есть объект, просто объект, без всяких конструкторов. И вот как бы типа его цепочка. Родитель в середине последний. И real — это его финальное свойство. Просто прокси, просто свойство getter. И циклом перебираем. Кладем, естественно, аксессор прокси. Это наша цепочка. И, ну, в конце лог все эти свойства в итоге возьмет. То есть, да, через прокси можно получить дополнительный бенефит. Именно в том, что мы знаем имя свойства, которое мы хотим взять. И, да, это на сегодняшний день не является какой-то чрезвычайной сложностью. Раньше так было нельзя. Конечно же, этот пример весь выдуманный. Он такой простой, да. Но все это на самом деле можно усложнить. Потому что в прокси есть не только get. В прокси есть get-портотайпов. Вот. И то есть, ну, все это поведение можно на сегодняшний день сконструировать. И как будто бы JavaScript движется туда, чтобы получить возможности. Ну, туда, в метапрограммирование. Чтобы получить возможности, которые в исходном в языке не присутствовали. Чтобы их расширять. И, ну, я бы сказал на сегодняшний день, что JavaScript это, в принципе, язык, который нужен для того, чтобы сконструировать язык следующего рода. Потому что все возможности метапрограммирования, они в развитии своем идут в ту сторону. Можно ли заменить цепочку прототипов? Пример будет такой же, как и там. И, да, ответ можно. Что здесь будет происходить? Мы в прототип экземпляров, созданных при помощи My Constructor, положим, ну, все то же самое, что было в предыдущем примере, но положим прокси. То есть вот этот вот аксессор прокси, это прокси, который будет лежать в прототипе у всех созданных через My Constructor экземпляров. И, да, в конце цепочки прототипов может быть не только null, а вот, например, и прокси. И таким образом мы уже не сможем отличить, это конец цепочки или нет, потому что все, что за прокси, для нас как за стеной. Отвечает прокси на вопросы или не отвечает, это уже дело и того самого прокси. Был доклад про циклические цепочки прототипов, множественное исследование в JavaScript. Там, в том числе через прокси, можно прямо делать циклические цепочки. То есть по кругу оно ходит, вызываешь гет-прототипов, и все, оно вечно по кругу бегает, вечный цикл на прототипах. Показываю, как это работает. Ну, собственно говоря, пример ничем не отличается, поэтому я здесь просто показываю, что это работает. Вот они консологи, и все это там будет. Но механика другая. Вместо доступа к массиву, оно как бы идет через прокси, через цепочку прототипов в прокси. Вывод, соответственно, тот же самый. Все эти свойства там есть. Дальше. Что есть на сегодняшний день? На сегодняшний день есть еще как минимум 50 минут, поэтому можно немножечко расслабиться. Есть две библиотеки, которые нужны для учебных целей. Они используются в этом докладе в том числе. Я сначала покажу, как они работают. И про одну из них я прямо отдельно рассказывал. Это строгая типизация. Здесь на этом слайде немножко больше, чем я рассказывал, потому что здесь есть декоратор. Я еще про это не рассказывал. Вы первые, кто это видите вообще. Я добавил декораторов в эту библиотеку. И теперь деколировать для строгой типизации рантайм можно просто используя декоратор. Я надеюсь, что если вам это будет нужно, вы сами себе это все напишите так, как вам нужно. Потому что здесь это просто учебные примеры. Этот код я на слайде, run.me кнопки нет. Этот код лежит в примерах. Поэтому этот отладчик я уже закрываю. Он лежит в примерах на GitHub. И, соответственно, вы там это можете все увидеть. Но я его сначала покажу в качестве кода. Где лежат эти примеры на GitHub? Они лежат в папке examples.node. И, соответственно, вот это мой репозиторий. Зря я его закрыл. Это репозиторий этого доклада, на который у вас ссылка в QR-коде есть. Соответственно, здесь вот он examples.node. И тут всего-то навсего 4 файла, 2 по качлок. И, собственно, 2 файла примера. Собственно, вот это первый. Здесь немножко можно увеличить шрифт. Поэтому я буду пользоваться WS-кодом для того, чтобы вам его показать. Вот он первый. Библиотека, которая экспортирует декоратор. В этой библиотеке есть еще дополнительные функции. Но нас интересует только этот декоратор. Соответственно, мы этим декоратором декорируем какой-то класс. Он достаточно заковыристый, забористый. Но это нас не особо интересует. Что он будет позволять нам делать? Но он будет позволять нам установить какое-то свойство в какой-то тип через assignment operator. И дальше, как всех в остальных языках, он заспомнит это присваивание первое. И так и будет думать, что в этом свойстве могут быть только объекты этого типа. Почему я сейчас об этом снова повторяюсь, несмотря на присутствующий доклад? Потому что декоратора не было. Но в данном случае воркшопы я хочу это продемонстрировать. И потом еще, наверное, покажу немножко код библиотеки, раз уж у нас полно времени. Запускать я это буду сейчас в ноде. Соответственно, мне нужен будет отладчик, чтобы вы на это посмотрели. И в браузере это все транспилится, TS-нодом будет. И TS-нод, соответственно, source-мэпы в дебаггер тоже отдаст. И поэтому выглядит этот код будет так же. Но в скомпиленном варианте в джаваскрипте, конечно же, это будет выглядеть не так. В транспиленном, пардон. Мне, соответственно, нужна моя консоль. Здесь заготовленный уже немножечко примерчик. Я надеюсь, видно буквы. Наверное, многовато. То есть NPX это то, что ранит библиотеку в данном случае. TS-нод из нод-модулейс. Это опции, которые позволят сразу включить режим отладки, и я попаду в отладчик. Это сам пример, который только что я код показал. В примере, что будет происходить. В одном случае я буду... То есть в случае конструирования на момент создания экземпляра свойство сампров будет устанавливаться в чиселку 1, 2, 3. На самом деле там может быть и объект, и все что угодно. А дальше потом trycatch, который будет пытаться в это свойство положить строку. И здесь должен быть выброс ошибки и выброс включения, который обработан, собственно, trycatch. В общем, хотя в обычном JavaScript так можно. Здесь еще специально стоит expect error, чтобы TypeScript не ругался. Но если у вас вдруг такой код все-таки дойдет каким-то образом именно до рантайма, минуя ahead of time проверки типов, то оно и в рантайме будет так же, как вы это описали. Сделать особенно ничего не потребовалось. То есть вот это раз, два, три, я его покажу там потом, что оно вообще еще на самом деле присутствует в цепочке прототипов. То есть вот этот декоратор strict, он кроме того, что декорирует все, что создано после, еще позволяет цепочку прототипов докинуть что-то до, что нам проверять не надо, типизировать не надо, оно там просто лежит. То есть здесь вот any на входе у первого аргумента. Давайте запустим и посмотрим. Запустился отладчик. Отладчик мы запускаем стандартно. Chrome inspect. Chrome inspect. Ну и вот, собственно, connect к ноде. То есть, ну, как запустить отладчик для Node.js через Chrome? Chrome, это написано в гайде на сайте Node.js, там есть раздел guides, и вот, собственно, я именно то же самое и делаю. Все, он транспилировал, поэтому оно все выглядит как TypeScript, source map подтянулись, ура, ура, мы работаем вот с тем же самым, что в исходном коде у нас лежит. Забрали декоратор, проинициализировали класс, продекорировали класс, еще что-то сделали, расширили. На вот этот момент оно еще не number, потому что это не assignment, это тип. А в случае assignment будут отдельные сложности, потому что assignment в прототипе класса, он никак не отслеживается вообще. Для того, чтобы это работало так, как надо, надо, чтобы именно в конструкторе была установка свойства. Если установка свойства была бы на уровне просто самого класса, не в конструкторе, то это отследить, увы, невозможно. Нужно как раз-таки знать момент завершения конструктора, который мы разобрали на предыдущем примере, getter через прокси, чтобы проверить, а нет ли там еще каких-то дополнительных свойств, о которых мы ничего не знаем. Ага. Что он там есть? Ну, просто так. Просто так. Не знаю, не помню. Все, экземпляр создали. Смотрим на него. Есть сам проб, но он getter. То есть эта библиотека работает так же, как примеры, которые я до этого покадывал. Оно через getter и setter закидывает свойства в объект. И в данном случае есть еще setter. Это вот как раз-таки на тот случай, когда мы будем делать операцию assign. То есть первый раз, делая операцию assign, мы установили это свойство для того, чтобы нам прочитать его значение. Нам нужно вызвать вот этот getter, который где-то там вот есть на какой-то строке внутри какой-то библиотеки. И вот мы его можем прочитать и увидеть, что это прокси. И что в этом прокси есть таргет, который number 3, 2, 1. То есть если вот такую конструкцию видеть, то оно как бы сложно. То есть в рантайме это сложно. Но мы же в юзерленде typescriptом вроде бы пользуемся. В юзерленде, в смысле, ahead of time. Извиняюсь, заговорился. Для рантайма, ну, может быть, оно и ок, если нам не нужно это сильно отлаживать. Как упростить вот этот вот весь механизм? Увы, наверное, никак. Поэтому, собственно, ждем про plosal-декоратор, который, может быть, когда-нибудь таки доедет, чтобы вот так вот не нужно было программировать строгую типизацию. Но, собственно, так, в принципе, никто не делает. Просто возможности для этого уже есть. Посмотрим дальше. Есть ли у нас внутри этого экземпляра тот самый исходный за прокси, куда-то записанный, сам проб. Есть. Раз, два, три. Если мы сделаем get prototype of, что, в принципе, мы, наверное, можем и сделать, раз у нас время позволяет, да, то мы этот раз, два, три в итоге достанем. Object get prototype of instance. Ну, это базовый. Нам, значит, нужен еще один get prototype of. То есть нам по связанному списку надо спускаться еще один get prototype of. Вот этот вызов get prototype of, его на самом деле можно запретить. То есть если вам нужно дополнительные ограничения, чтобы никто не лез вглубь цепочки прототипов за вашим прокси, то тот момент, когда вы дошли до того объекта, который как бы был, на который был заменен null, то есть на, собственно, сам прокси, вот механизм, каким образом можно получить именно это. Можно запретить get prototype of и вот, собственно, получить строгую типизацию. То есть вот это уже просто обычный базовый объект. Соответственно, нам нужен предыдущий порядок и здесь сам проб. Вот он наш, раз, два, три. То есть мы это в проксе не запрещали, поэтому мы можем достать тот самый исходный объект, который мы засунули в конструктор, в декоратор строгой типизации, чтобы он стал прототипом этого класса. Ну, то есть мы как бы на классах получили ту же гибкость, которую нам исходно давали функциональные конструкторы тогда еще, с самого начала становления JavaScript. И при этом мы еще добавили дополнительные свойства, которые мы сейчас увидим. Свойства, которые мы сейчас увидим, называется, что эта штука должна упасть. То есть, ну, вот до этого NeverSync влога, естественно, мы никогда не добьемся. И error. Error выглядит как type mismatch. Type mismatch — это штука, которой в JavaScript нет. Есть type error. Type mismatch — нет. Это мы сконструировали сами себе где-то там в своей собственной библиотеке. Это просто error message. Ну, и вот, собственно, там stick trace с кучей каких-то подтрошков. Но так как мы уже знаем, что это свойство — это прокси, ну, и, соответственно, да, это рантайм какой-то той библиотеки, из которой мы импортировали декоратор. Строгая типизация в JavaScript в рантайме. Такая же, как написано ahead of time в TypeScript. Это все на сегодняшний день можно. Пишется прям реально легко. Я сейчас это покажу. Если я открою код. Код вот он. Немножечко. Немножечко можно его проэксплуатировать. Я просто покажу, сколько строк. С комментариями совсем-совсем. Там 230 строк. Это весь код, который строгую типизацию затащил. Что здесь происходит? Ну, собственно, вот эта функция — это и есть тот самый strict. Там он экспортирован. Здесь немножечко нужно посидеть, пошаманить, поразбираться. Наверное, сейчас это делать не буду. И вообще, наверное, никогда не буду. Но, собственно, смысл в том, что там прокси, через который при операции присваивания свойства ставятся в итоге в этот объект getter setter, который потом, когда вызывается setter, проверяет, а у меня там в коробочке лежит какой тип. И в этом случае, если тип не совпадает, он бросает исключения. Там же еще дополнительно конструктор полей, который позволяет создавать поля именно конкретно под ваши getter setter, под ваши запросы. Второй пример. Второй пример про... Жизненный цикл. Это вторая библиотека, в которую тоже уже заехали декораторы. И жизненный цикл — это что? Это как раз-таки то, что в JavaScript у нас есть отстоящее во времени событие работы с прототипами. У нас был какой-то исходный экземпляр. Мы его положили в прототип чего-то, что мы хотим только потом когда-нибудь создать. Потом когда-нибудь это создали, и вот это и есть жизненный цикл, отстоящее во времени событие. Мы в случае классовых конструкторов этого всего лишены. Но на самом деле вот метапрограммирование, оно уже появилось, и мы можем затащить это в TypeScript ahead of time и потом сразу еще и в runtime, в JavaScript, чтобы оно так именно и работало. Что в данном случае происходит? Библиотека, из которой импортятся два метода. Один — это декоратор. Вот эта вся лабута, она не нужна, это просто так. Потом, когда можно разбирать примеры, если вдруг будете к этому возвращаться, изучите, зачем это надо, потому что цепочки могут быть циклические, опять же. И вот в данном случае можно будет дальше, если захотим посмотреть на это. Класс. И вот здесь вот, внимание, здесь нет класса Extents. Почему? Потому что Extents — это синхронное срабатывание. А я хочу, чтобы мы унаследовали исходный экземпляр асинхронно, ну, в смысле, отстоящим во времени. На самом деле, await new тоже можно, и с помощью этой библиотеки можно и await new. Но это не главное. Главное, что создание экземпляра этого будет происходить после создания экземпляра этого, но потом он будет положен... Положен? Положен. Правильно по-русски сказал? Положен. Ну, потом он будет положен, покладет. Да. Он потом станет экземпляром вот этого класса в цепочке прототипов. Соответственно, в TypeScript'е что это такое? Ну, тут, увы, ссылки нет, но вот здесь вот, ну, здесь как, здесь ссылка есть, ссылка на MyDecorated класс. То есть нужно тайпов от MyDecorated класса взять. Вот здесь вот уже показано, что у нас есть, сейчас еще увеличу, тут можно, что у нас есть два поля в этом экземпляре, field и subfield. Вот он, field на строке 9, subfield на строке 18, и что они оба number, и вроде бы так и должно быть, исходя из кода, который написан. Если бы здесь был экстенз. Но экстенза нет. Есть apply какой-то странный, который к созданному экземпляру на предыдущей строчке applied, да, то есть, ну, как аппликативный функтор, применяет конструктор следующего порядка, которому тоже известно, что он следующего порядка от исходного класса. То есть мы как бы повторяем поведение того наследования, которое функциональное, применяя при этом фабрики, применяя при этом дополнительно какой-то еще метод apply. Это все типизировано и с одной единственной целью повторить возможности жизненного цикла, которые были исходно заложены в JavaScript. Дальше просто консулоги, проверка, что оно вообще существует. Запускаем. Идем в отладчик. Этот наш отладчик уже не нужен, поэтому нам нужен новый. Ну, с нодой, да, с нодой надо перезапускать отладчики, потому что они же отваливаются от сервера. Все, ну, мы на первой строчке, ну, в данном случае наша задача просто проверить, что оно так и есть. Соответственно, ну, это все отработало. Поля. Поля. Вот они. Раз, два, три, три, два, один. И, ну, тут консулога тинстанс, потому что там цепочка длинная. А, зря отпустил отладчик. Извините, перезапущу. Надо бы отладчик не отпускать, он же от дебаг протокола отвалился. Два, три, четыре, консулоги. Все, финальный отладчик. Вот сейчас консулоги он будет. Сапфилд на верхнем уровне. Дальше пошла цепочка, цепочка, цепочка. Вот он, второй, это филд. Это из базового конструктора. Вот этот филд. И дальше уже пошла какая-то просто канитель. То есть, ну да, там глубокая цепочка с проксями, со всей тупой. Таргет, еще какие-то тут непонятные греческие символы, имена. Ну, в общем, да, это все то, что из библиотеки. Меня интересует то, что здесь есть филд, который в одном конструкторе, и филд, который под конструктор или в конструкторе следующего порядка. То есть, мы повторили жизненный цикл. Мы это протипизировали. Эти возможности все есть на сегодняшний день. Так можно код писать. Это позволяет и данные таким образом мутировать. И это последний доклад в ноябре про DTO-шки. И здесь же, соответственно, есть дополнительные плюшки типа сейчас я возьму, как он называется, myDecoratedSavInstance, myDecoratedSavInstance. А, я, наверное, уже оплатчик потерял, да? Я же уже потерял. myDecoratedSavInstance. Да, потерял. Ну, она уже развалилась. Сейчас перезапущу пример. Просто показывать. Ну, из-за того, что это TypeScript и SourceMap, на самом деле код уже весь отвалился. Я же должен был на строчке DOO остановиться и выводить его в консоль. Вот, собственно, поэтому здесь этот дебаггер, потому что вот сейчас оно для интроспекции еще доступно. MyDecoratedSavInstance. Или уже нет. Или уже нет. Уже нет. Где же мне надо встать, чтобы уже, да, вот здесь, наверное, на этом отладчике. Я хочу показать, что там есть еще внутри. Сейчас поймем. Дебаггинг в продакшене. Вживую. Почему? С отладчиком поменялось. Они переоптимизировали отладчик, и оно перестало работать. Так, здесь будет? Нет. Как это может быть? Что я делаю не так? Копии. Я правильно пишу код? Видимо, нет. Что можно сделать? Можно добавить в конце логов. Правильно? У нас же тут же все под рукой. Это аргументы. Ну, то есть дополнительные возможности библиотеки. Я хочу показать, что у нас здесь могут быть аргументы. Могут быть какие-то аргументы. Ладно. Не аргументы. Таймстэмп. Таймстэмп. Я уже без отладчика это запущу, потому что слишком долго. А, значит, не таймстэмп. Сам не помню. Сам написал. Сам не помню. Давайте проверим. Рейтед сабг инстанции. Это же оно? Оно. Да. Должен быть пустой массив. Нет. А, TypeScript ругается. Это не JavaScript ругается. TS Экспект Эрро. Он же не знает, что там есть эта штука. Да, я там не все еще типизировал, но она учебная. Вот он, пустой массив. Соответственно, таймстэмп. Таймстэмп — это время создания этого экземпляра. Ну, что, по-моему, логично. Таймстэмп. 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 И еще раз. Таймстэмп — это время. Когда-нибудь я это все дотипизирую. Все, ура. Отладка в продакшене прошла успешно. Что здесь показано? Здесь показано, что у нас есть жизненный цикл у экземпляров. И давайте добавим еще от исходного экземпляра. Вот от исходного экземпляра таймстэмп. Соответственно, TS-экспект и рор. Вот это все засунем в setTimeout. SetTimeout. Да, ну и пусть тут будет 100 миллисекунд. А и вот это вот получается для демонстрации жизненного цикла засунем вот сюда. Все, и запустим снова, да? Нам же ничего не мешает это все запустить. Экспорт. Ну, соответственно, вот у них разбежка во времени в секундах. то есть мы второй экземпляр получили из первого экземпляра в разные моменты времени, так как исходно и был придуман язык. И все это на основе классов, с декораторами, с типизацией, со всем остальным. То есть, ну, по-моему, это выглядит как конструктор языка, да? То есть мы берем исходный джавасклипт при помощи дополнительных возможностей, которые в целом уже появились и достаточно распространены. Мы создаем себе поведение, которого исходного в языке нет. В принципе, это и называется метапрограммированием. Ну, и это именно в прокси, в геттер-ресеттеры, это в джавасклипте, это в референсах на МДНе, это и есть метапрограмминг. И вот его возможности. То есть, и это возможности минимальные, потому что, ну, вот там был слайд, как глубоко кроличья народа. Ну, по-моему, это гораздо больше, потому что, ну, это вот фантазия, это полет фантазии вашей собственной. Это не инженерия, а изобретательство. Ну, до тех пор, пока ты не обратишься к Нью, да? До тех пор, пока мы не вызовем конструктора. Ну, то есть оно как бы есть, конструкторы уже, ну, естественно же, инициализированы, то есть, ну, они прогреты. Они определены, значит, они скомпилированы. Пока к ним не обратились, они просто, да, занимают место в памяти. Ну, получается, наверное, это лейзи какая-то инициализация. Но я, возможно, не понял вопроса. И, скорее всего, так и есть. А? Десять минут? Десять минут... А, последний пример. Наверное, это... Наверное, это самое интересное. Цепочка безответственности. Да, это объяснение предыдущего слайда. Это код самой презентации, вот этой вот, на которую мы сейчас смотрим. И это как раз-таки и есть жизненный цикл. И это то, что я привык видеть у себя в коде давным-давным-давно. И сейчас этого нет. И, наверное, поэтому я настолько сильно переживаю и топлю за это и продолжаю это рассказывать. Потому что я не вижу структуры в современном коде. Да, она вроде бы есть, есть там, DI. Но как будто я бы хотел бы видеть, как у меня развивается... Как у меня потоки кода, потоки исполнения выглядят. И, ну, вот это можно описать по-разному. Это может быть просто чейнинг. Это может быть, как вот в этом предыдущем примере с декораторами. Но когда структура есть, когда есть какой-то скелет, мне как минимум становится понятно, что будет вообще в целом происходить. Вот воздушный замок, именно вот это инженерия уже практическая, я его могу видеть. Возможно, кто-то такой же, как я, у которого немножечко с вот этими пространственно-временными аномалиями как-то необходимо уживаться. В данном случае вот весь пример презентации, вот это и есть, собственно, весь ее код. Кроме всякой технины, которая там рендерит слайды реактом, ну, потому что это все неинтересно. Интересно именно, как же работает слайд. Слайд работает следующим образом. Сначала я запускаю какой-то раннер исходный, который берет компонент main. Этот компонент main, это даже еще не реакт, это просто какой-то компонент, который собирает вот эту всю технину, там слайды подгружает, номера им определяет, делает какой-то первичный лендер лейаут, и вот слайд root, это, собственно, вот этот лендер лейаут, слайд root не может быть инициализирован, то есть экземпляр слайд root до того, как я инициализирую экземпляр main, потому что это его наследник. Дальше слайд mdx, он уже от слайд root идет, то есть соответственно он тоже не может быть никак инициализирован напрямую, он инициализируется только после того, как я вызвал слайд root, ну и там дальше еще прогрессор и футер, прогрессор это вот эта вот синяя полосочка, а футер это вот мой соответственно никнейм в сейчас уже это конечный слайд, я ткнулся и попал не туда, вот он да, футер это вот никнейм и номера слайдов, да, у них тут немножко странная нумерация, но это причины для того были другие, то есть вот это скелет приложения, которое выводит эту презентацию и так, это я все закрываю, это я все закрою, вот это main JSX, мог быть JSX, неважно, вот он этот код и это source вот этой презентации 1024.04 HolyJS, вот то, что сейчас происходит вот здесь, оно лежит на гитхабе, на гитхаб пейдж, на который мы сейчас смотрим на уровень выше, слайдер, это на вид, вид, это вот этот вот вид, который вид, который вот этот вот вид, на вид собранная презентация, то есть, ну, это удобно, могу запустить npm run dev, открыть, и, собственно, это она же. Соответственно, я npm install, и у вас эта же презентация в виде слайдов на вашем собственном компьютере. И, да, вот этот вот код и есть скелет приложения этого. Что здесь еще не так? Здесь не так, что здесь неоднонаправленный поток данных. То есть, я из, например, футера могу сразу обратиться к main, потому что main у меня лежит в цепочке прототипа футера. Ну, и да, это код на реакте, я сейчас покажу. Вон он, не компоненты. Вот он, этот mdx, который лендерит этот слайд. Там есть еще header, root, собственно, сам слайд, там пара заголовочных слайдов. То есть, ну, это код на реакте, как минимум, у которого вокруг обвязка при помощи какой-то странной библиотеки, которая через прототипы в компоненты реакта позволяет гораздо больше свободы, чем исходно на реакте есть. Все, у меня нету там стейт-менеджера, потому что он мне не нужен, потому что у меня цепочка прототипов сама себе стейт-менеджер, сама себе раннер, сама себе все, да, спагетти, макароны. Не знаю, по-моему, где-то примерно за пару часов я эту деку собрал в 2020 году, первый раз, когда я ее придумал. Наверное, на этом все, да, 10 минут прошли. Выключаем презентацию. Конечно. Сейчас микрофон, наверное, нам надо микрофон писать. тогда уже заканчиваем основную часть воркшопа. Ребята. И у нас остается дискуссия. И, наверное, мы успеваем один вопрос. Вопросов запишем пару штук? Наверное, запишем. Ну, это воркшоп, мы тут все на ходу придумаем. Ну, я пока в любом случае пойду. Давай вопрос послушаем. Да, чтобы он был микрофон. желательно слегка представиться. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за отличный воркшоп. У меня возник вопрос касаемо обработки таких штук, как null, array и функция runtime. То есть, получается, что у нас тип у них объект, да, общий. Ну, как? Ну, да, ты можешь создать, ну, то есть, мы, я извиняюсь, я на ты все время перехожу. Мы можем всегда, ну, вот это, про этот слайд, да, лечь, где там new number. Type-O-Matic, наверное, да, получается, там слайд, где декоратор был. Вот этот array number. А, где декоратор string. string. А, это вот он был. Вот этот. А, ну, или тот, да. То есть, получается, здесь выводится у нас тип number, да? Да, здесь тип number для сампроп. Да, вот с null, может быть, я пропустил это, в первой части доклада было, как с null, с array. А, так же самое, то же самое. Если и null, или array туда будут положены. То есть у них тип, поэтому какой выводится. Тот, который первый присвоен. Ну, то есть, то, что здесь, да, она выводит тип, сейчас покажу, просто на гитрабе открою этот код. Если null, то значит, мы тип увидим null. Угу. И кроме null оттуда больше ничего не сможем положить. Здесь есть тесты. Тесты, вот они, индекс тесты, индекс.ts. и здесь в случае, ну, собственно говоря, сейчас до трейка и чем-то мотаемся. А, проще, наверное, какой-нибудь, ну, я в любом случае про, а, ну вот он, вот, expect, throw, boolean, expect, throw, сейчас, ну, ничего. Expect, ну, в общем, при тех значениях, которые они должны, в undefined можно только undefined, там в number, соответственно, в null нельзя, ничего кроме null, в boolean нельзя числа, строки, ну, и так далее. То есть, там стопроцентный код каверидж и можно посмотреть, как этим пользоваться. Спасибо. Еще какие-то вопросы есть из зала? Да, мы успеваем или уже пойдем без микрофона? Ну, просто как будто всех слышно и без микрофонов можно уже. А, ну, мы в онлайне это... Мы еще в онлайне? Все, да? А, ну, все, ура. Можно я сниму? Мы в онлайне. Мы еще в онлайне? Да. Нам еще можно... Тогда давай еще вопрос. Нет вопросов. Из зала нет вопросов, да? У меня вопрос будет из моего зала. Там есть, да? Нет, из моего зала. А, из твоего. Ты сам придумал себе вопрос. Сам придумал. Нет, есть вопрос провокационный. Изначально он звучит так. А не кажется, что ли, что JavaScript надо закопать поглубже уже? Ну, вот хороший способ. Запрограммируй себе свой собственный мир. Да, но под капотом опять оказывается JavaScript. Ну, они постепенно имплементации в Proposal переносят в движок. Ну, то есть вот эта вся грязная магия с прототипами, она... Как будто должна быть в самом дышке, да. Да, и получается, что в целом мы... Ну, мы же не избавимся от этого всего. Не, ну, магию с прототипами они оставят. Просто они, может быть, то, что вот имплементировано при помощи прототипов за там 50 строк кода затащат в сам язык. И вроде как эти разговоры идут. Ну, то есть я бы не хотел это все выписывать, потому что, ну, зачем мне видеть в проксе с гетерами, с этерами, когда... Я сейчас понимаю, зачем. Я понимаю, зачем мне это, когда я там запускаю старый браузер, да, там мне полифилы нужны, да. Вот. Ну, а так-то как будто это пятикопеечное дело там затащить вот такую имплементацию, например. Просто проблема-то в другом. Проблема в том, что вот имплементации того, как оно сделано, сейчас застрого типизировано, там же можно по-другому сделать. Можно там на второе присваивание. Первое присваивание не засчитывать, а второе считать служебным. Вот. Ну, или там на десятое присваивание обнулять. Или вообще после пятого раза считать, что это ЭНИ. Или там после пятого раза. То есть здесь именно типы в поведении, да. То есть, допустим, можно сказать, что присваивать можно только пять раз. Потому что иначе у нас должны упасть тесты. Потому что иначе это нарушение контракта. И вот контракты, которых мы еще никогда не видели, да. То есть больше пяти раз нельзя присваивать. Вот такой контракт можно придумать себе гипотетически? Вот пин-кода. А? Вот пин-кода. Вот пин-кода, да. Три раза и все. И этот контракт через сеттер должен стереть запись в ВД. Ну, в итоге. Вызвать цепочку, которая обнулит авторизацию этого пользования. Давай будем блокировать, а не удалять. Ну, блокировать. Ну, в смысле, ему авторизацию отрубить. Нет, в банковских системах стирать ничего не надо. А еще такой вопрос тоже, касающийся вот этого всего безобразия. ЭНИ. 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 А что с ЭНИ? Зачем ЭНИ нужен? Плохо. Плохо. Может, ну его? Ну, они же говорят, что не надо ЭНИ, что они unknown должен быть. Ну, в большей части unknown. Unknown? Unknown. неизвестный. Ну, по крайней мере, более, Хотя с ЭНИ тоже есть, в Дженерике без ЭНИ нельзя. Есть как-то. То есть, я так тонко-тонко-тонко намекаю, что пока у нас есть безобразие с тем, что мы можем чего угодно, куда угодно засунуть. И плюс вот с такой жуткой магией через прототипирование менять полностью вообще. пришел мне объект, я туда ему быстренько накошмарил что-то, он потом пошел обратно, и что там будет дальше уже вообще смерть. На самом деле, я с тобой абсолютно полностью согласен, и вот туда ссылки на две библиотеки, и эти библиотеки между собой несовместимы, если что, их нельзя вместе использовать, потому что одна для одного, вторая для другого. Одна для жизненного цикла, а вторая для строготипизации. Строготипизация, это прям вот, ну вообще просто пример из космоса, она не должна так выглядеть, я с тобой согласен. Она должна быть нормально сделана, просто и все. Ну, оно так не было, если, ну просто это JavaScript, то он break the web, основное правило создателей спецификации. Нельзя рушить то, что было. Старые браузеры должны работать на сегодняшний день, пусть с полифилами, но должны. А если мы, допустим, чуть абстрагируемся, да, и построим, ну, как, например, платформа .NET, да, у нее есть C-Sharp, который для обычных программистов. Микрофон. А есть еще F-Sharp. Да, F-Sharp классно. Только вот, может быть, с JavaScript примерно такое же. Ну, он же позволяет все это транспилить в самого себя. Нет, ну, так в C-Sharp это же тоже можно. В C-Sharp можно исполнять JavaScript? Нет, я имел в виду... А в JavaScript C-Sharp можно. Я имел в виду принцип подхода к самой разработке, то есть, так же, как ты говоришь, мы через прототипирование можем программировать поведение и можем программировать модель данных. Соответственно, ты нам сейчас показывал, как в процессе жизненном цикле приложения у нас модифицируется объект с данными, то есть, по ходу действия что-то где-то накидывается, докидывается, подсовывается. То же самое с поведением в процессе жизненного цикла, да, у тебя там добавляются какие-то фишечки, к сожалению, мы не видим вывода от того, что ты сейчас радостно ощелкал. Да, я сам себе. Помогаешь сам себе. Вот, то есть, так же, как и в C-Sharp можно эмулировать, собственно говоря, поведение F-Sharp, да, к примеру. То есть, да, мы можем JavaScript-ом эмулировать и функциональное программирование, и, ну, поведение модель данных, окей, хорошо. Так, еще теперь отсюда идут бить, господи, что ж такое-то? Ну, главное, еще не меня, ладно. Может быть, нужно все-таки посмотреть и построить рядом, ну, не обязательно там, вот как предложил. Я с этой, я не могу понять, а как это отлаживать? Вот, ну, так же с source-мэпами на TypeScript-те. Ну, ты сейчас все равно JavaScript-рунтайма пока вроде никуда не денешься. Ну, да, ты можешь любой рантайм подсунуть, ну, какой-то интероп. Не знаю, в браузер точно можно это доставить, в ноде просто хоть на питоне пиши, там уже не важно, хоть на raste. Ну, так и в браузер можно подстроить интеропы туда, прям к движку. Нет, я имею в виду две виртуальные машины в ноде, можно запускать три, пять, десять из разных языков. Там есть интероп. Можно даже в JS ходить, когда надо. Из питона, да. Из чего хочешь? Ну, да. Ну, а вот браузер так можно? Я не знаю, может быть, можно уже. Как бы, обиты движка есть? Пиши плагин вперед. Ну, а когда плагин установится, сайт, тебе же нужно все равно разрешить установить этот плагин для крипто-про. Ну, сначала будет больно. Сертификат минцифры, да? Да, 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 сертификат минцифры. Да, конечно, это все обуславливается тем, что JavaScript уже, господи, столько людей не живут. 29. Ну, 30 на самом деле. Да, вот. И его сложно искоренить, да, но может быть на базе этой платформы строить, просто мы же сейчас тащим легаси с собой, жуткие легаси, которые ты не можешь запретить. Никак. Вот. Ты можешь запретить в рамках того, что ты, допустим, прекращаешь цепочку прототипирования насильно, запрещаешь перезаписывание и так далее, но по факту как бы кто-то может чуть-чуть раньше к тебе подсунуться, заинжектиться и как бы поехали. Ну, ну да, это что-то там сколько, года два назад эта проблема прототайпа была очень распространена. Можно? Да, собственно говоря, что, вся нода работает через monkey patching. Мы это сделали. Спасибо вам большое. Мы записали этот воркшоп. Спасибо всем, кто был онлайн. Жду, я тут тусю. Не знаю, хожу, ел. Ловите нашего прекрасного спикера. Продолжение следует...